Лекция на тему правила патрулирования. Правило дивизиона является самым большим дивизионом департамента. Для контроля дивизиона вводится правило патрулирования, которое каждый сотрудник должен будет соблюдать. Одним из главных правил патруля является, что вы должны относиться к работе серьезно и выполняли ее достойно. И вы должны помнить, что вы являетесь лицом этой страны. Вы должны понимать, что на вас смотрит каждый гражданин города и ждет, когда вы подведете их. И после они могли сказать, что так они и говорили. Влад, у нас скоро будет много чего интересного. Это я так тебя не садив кину. Второе правило, то что вы должны выполнять свою работу без каких-либо корыстных целей. Многие сотрудники, которые шли в академию департамента, понимали, что шли сюда не за деньгами. Кто-то хотел, в нашем случае баллы. Кто-то хотел справедливости, кто-то защищал своих близких, кто-то хотел отомстить, и только последняя четверть шла сюда ради большой зарплаты. Когда вы нарушаете закон и преследуете корыстных ее целей, вы подводите не только себя, но и весь департамент. Третье правило является тем, что вы должны быть готовы к риску потерять свою жизнь из-за защиты граждан. Каждый день вы сталкиваетесь с различными людьми. Кто-то из них бывший преступник, кто-то обычный парень, который к криминалу вообще не имеет никакого отношения. Кто-то из них убийца, и вы должны быть готовы пожертвовать жизнью за любого из них. Неважно, какой у него статус, миллиардеры, он ли человек без определенного места жительства. Каждый день кто-то из них нуждается в вашей помощи и защите. Четвертое правило заключается в себе то, что вы обязаны помогать любому гражданину, неважно в каком он статусе. Богатого человека или бедного, без гроша в карманах. Статус человека никак не должен влиять на ваш взгляд в сторону гражданина. Все они люди, которые платят вам за вашу работу, и вы должны это помнить. Вы сюда пришли каждый со своей целью, но работу вы должны выполнять достойно. Пятое правило это вы должны помнить, что вы лицо от страны, и вы не должны нарушать Дорожный кодекс, безвесомые на то причины. Дорожный кодекс это ПДД. Если вы будете игнорировать данное правило, то в вашу сторону будут выдвигаться санкции, беспричинное нарушение Дорожного кодекса и строго запрещено. Шестое, с вашей стороны не должно быть никаких превышений должностных полномочий. Вы не можете использовать свой статус в целях какого-либо выгоды для вас. Вы не можете использовать сирену или оружие в своих личных целях или для своей выгоды. Использовать также силу в своих личных целях и потом отнекиваться, что вы являетесь в статусе офицера Департамента запрещено. Седьмое правило это то, что вы обязаны заполнить документацию после каждого вашего патрульного выезда. Патрульная карта, бланк обоиспользованное оружие, бланк о ощербе городу. Если вы попали в ДТП и сломали что-то, это занимает огромную часть времени, но вы обязаны это выполнить. Восьмое... Восьмое. Во время работы в Департаменте могут происходить с вами разные события, к которым вы готовы или нет. Это могут быть изнасилования с расчленением трупа или нападение на офицера. В любой из этих ситуаций... В любой из этих ситуаций, а также в работе. Вы обязаны ставить жизнь вашего напарника выше своей, если офицер под огнём или ранен. Он... Но помочь ему в данной ситуации можно, но опасно. Вы обязаны рискнуть и помочь своему напарнику. На этом лекция окончена. Сейчас задаю всеобщие вопросы. Отвечайте мне также в ЛА. Сколько всего получается правил патрулирования? В общем... Ник, я у тебя спрашиваю, ты уверен в этом? Что вот именно это число? Ну вот и я тоже в твоём ответе не уверен. Твои коллеги ответили правильно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А... Затрудняешься? Хм... Выведишь 64 из корня. Ник. Ну вот... Корни 64 это сколько будет? Ну вот эти легко это дай... Ладно. Хм... Блядь, а что же тебе придумать? Ты знаешь, по калькулятору не можешь это сделать? Или что тебе? 64... Может ещё не какой-то такой... Хм... Вот если ты 64 из корня выведешь, вот это будет правильное число. Нет, это не 1214124... Математика с подвохом. Часть плюс два. Ну восемь. Молодец, наконец. Изи пишет. Калькулятор достал. Молодец. Ладно. Отлично. Лекция на этом окончена. Продолжение следует...